МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, не хожу на такие мероприятия, потому что я своих девочек учу и всех призываю вас ходить осознанно за покупками, осознанно. У вас должна уже быть картинка в голове, с которой вы пойдете и будете знать, что именно нужно покупать. По крайней мере, в каком цвете. У меня есть волшебные ткани, я могу продемонстрировать. Давайте, хотите? Давайте. Допустим, представим, что это блузки, платья, юбки, рубашки даже мужчинам, потому что мужчины тоже, я думаю, что побегут. Потому что всегда, Елена, вы знаете, когда к нам приходят стилисты, они все говорят о девочках. Да-да-да. И на себя сидишь и чувствуешь каким-то ненужным человеком на этом празднике жизни. Как будто мы постоянно ходим в одном свитере, либо в голове. Сейчас я продемонстрирую все волшебство цвета. Для чего же знать свой цветотип? Это первое, что вы должны знать. Перед тем, как отправиться в магазин. Хотя бы покупать в своем цвете, в своей палитре оттенки, одежду. То есть, например, мой цветотип летом. Мне нужны припыленные холодные оттенки. И если вдруг, я не зная этого, покупаю вот такую блуху. Так, вот посмотрите на меня. Что происходит? На вас кусочек ткани? Ну нет, представьте, что в целом это смотрится. Это надо мне фантазию включать, это долго. Что вы видите? Ну что я вижу? В первую очередь я вижу вот этот яркий цвет, который меня полностью, мое внимание притягивает. А вы отходите на второй план. Это неправильно. Потому что вы должны идти, вы в одежде, а не одежда на вас. Должны видеть вас в одежде, а не только одежду. То есть, пятно, ходячее пятно. То есть, всегда человек должен быть на первом месте. Конечно. Вы же личность, вы хотите, чтобы вас увидели и заметили как личность, а не одежду, в которую вы пришли. Пока тема горячая. Я в калёре? В калёре. Я в одежде или одежда на мне? Вот вверх мне ваш нравится, а низ нет. А низ не смотрите. Не опускайте глаза, не надо. Тогда всё будет хорошо. Я как стилист не могу не посмотреть. Я должна оценить образ в целом. Вот вверх мне хорошо. Мне прям радует. Глазу моему приятно. Хорошо. И ещё, пожалуйста, друзья, одежда должна вас украшать. То есть, цвет одежды должен подчёркивать, делать вас свежее, что ли. Подчеркнуть цвет глаз. Придать румянец. Зачем нам покупать одежду, невыгодную для нас, которая может придать, например, возраст. Правильно подобранный. Какие цвета? Ну, опять же, если на мне рассматривать, я сейчас превращаюсь буквально на ваших глазах. Вам 70? Да. Ну, то есть, вы можете увидеть, как появляются вдруг какие-то... 63. Подождите, ну для кого-то же эти цвета... Это цветотип осень. Для цветотипа осени эти цвета будут прямо вот очень гармонично смотреться. Вот я, по-моему, цветотип осень, да? У вас зелёные... У меня карие глаза. Виски, цвет виски. Цвет виски. Кто-то говорит, что они твои виски. Прекрасно, мне нравятся подбеседы. Лен, ну мне говорили, что я цветотип осень, потому что тёмный цвет кожи, тёмные глаза, тёмные волосы – это осень. И волосы с медным оттенком. Так, да, да. Цветотипа осень. То есть, вот это вот мои цвета, например, да? Да, да, да. А вот синий, синий тоже... Это холодный цвет. Переди меня? Да. Боже, слава, мы с тобой сегодня не проконсультировались с Леной на экономии. И сегодня выпустили... Ошибочку совершили. Ошибочку совершили. Я люблю гармоничные сочетания. И почему это важно, то есть многие стилисты утверждают, что сейчас неважно знать свой цветотип. Нет, я буду до конца. Можно я помню? Да, конечно, примерьте. А вот слава у нас... А, ты хочешь вот так, да? Бабуля! Нет. Нет, мне надо будет гармонично, что ли. Я же осень, и мне вот этот цвет очень должен быть к лицу. Ты осень? Да, вот, например, вот такой... Умылая! А я, кстати, люблю. Бара! Нет, не унылая. Можно еще вот бордовенький? Оттенки спелые для осени идут спелые глубины. Подождите, вот это хорошо, понятно, но... Вот, вот этот цветок. Вот этот вот тебе... Да, да, да. А белый воротничок вас холодит, он отдельно, то есть отдельное лицо... Смотрите, вот так надо, значит. Да. А белый воротничок говорит о том, что на улице минус 18. Правда? Да, да, да. Вот так, то есть прежде чем отправляться, нужно изучить, подходит вам цвет или нет. Что еще мы должны узнать, Лен? Зачем я туда иду, что я иду покупать? Ну, можно же и на ночь распродаж идти. Так, значит, мне нужна такая-то блузка, да? То есть если я буду точно знать, что я хочу, то, в принципе, можно туда и отправиться. Конечно. Есть такое исключение в распродажах, оно мне нравится. Например, я ходила, ходила, присмотрела вещь, но не могу сейчас ее себе позволить. Ну, дорого для меня, да? И тут бац, распродажа, и мой размерчик, и фасончик, и цвет в моем цветотипе, палитре, да, в моей. Ну, чудненько просто, это прямо бинго. Пазу сложился, надо брать. Да, вот в таком случае надо брать. А если вы, вау, ночь распродаж, там, все по сто, беру, юбка, блузка, а вдруг пригодится, хоп, все взяла. Померьте мне, у моих клиентов, большинство, когда я разбираю их гардероб, ты это носишь? Нет. А вот это носишь? Нет. Нет, а почему? А это было куплено на распродаже, я не знаю, зачем взяла, но стоило 200 рублей, копейки, почему бы и не взять? Все, в результате подумаем. Ну, мне кажется, на самом деле, это психологическая такая вот... Ну, это шапоголизм. Шапоголизм, да, который остановить невозможно, и люди прямо бросаются на это, а потом думают, ну, надо, не надо, ну, ладно, лежит, да и все. Ну, действительно, а что, за 200 рублей почему бы не купить? Да. Лена, вот смотрите, например, у нас не ночь распродажа, мы идем за покупками, мы точно знаем, что, например, хотим какое-то платьишко. И в примерочной часто бывает, мы там померили, смотрим и стоим, сомневаемся. Вот есть ли какие-то, ну, правила, когда, например, вещь точно не стоит покупать, например, там, ты сомневаешься, там, в длине или фасоне, и вот, когда ты 100%... Или ты мужчина, пошел покупать платьишко. 100% твой вариант, что ты должен купить. Ты стоишь, сомневаешься, правильно? Это когда нет ни одного сомнения, или как? Вот как принять это решение? Ну, во-первых, когда уже есть сомнения, лучше подставьте эту вещь и подумайте. Лично я так делаю, потому что мне нужно... Либо сфотографируйте, так, придите домой, и все это уже оцените со своим гардеробом. С чем вы это сможете носить, с какой обувью, с какой юбкой, с брюками, какой галстук, подойдет, не подойдет и так далее. Но у вас есть 14 дней, чтобы вернуть покупку. То есть у меня бывает такое, например, обман может произойти в примерочных не очень хороший цвет. Освещение, именно освещение. И бывает очень часто, девчонки говорят, Лен, вот я примеряю, мне все нравится, домой прихожу, мне не нравится. Почему? Да потому что дома другое освещение. А если есть... Дома, понимаешь, лучина, да? Ну да, ну либо ты как, вот прям напротив окна. То есть вам нужно дневное освещение. Если есть в магазине такая возможность, чтобы подойти напротив окна, встать и примерить, но такого нет. То лучше взять блузку домой и при дневном освещении все это примерить, или рубашку примерить, приложить галстук. То есть все ты вот составила, все образы, все подходит, ты не один ее раз уже наденешь, там, эту блузку или рубашку, и она пригодится тебе в нескольких вариациях с разными низами, тогда берем и оставляем. Но я лично так делаю. Вот здесь одна знакомая, которая вот у нее практически хобби. Она заходит в магазин, берет там 5-6 вещей, и потом в течение 14 дней ездит их возвращая. То есть так вот дома покрасуется. Главное, она не носит, надеюсь. Нет, 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 они же все с ценниками. Чем вызывает ненависть продавцов? Да, да, да. Мне кажется, здесь плохо на карму влияет. Вот у меня такой вариант не проходит, потому что мне лень потом идти в этот же магазин. Не лень, а жалко времени. А денег вам не жалко? Жалко времени. Я вообще не понимаю, как мужчина может пойти, значит, выбрать рубашку, прийти домой, все с галстуком, другого освещения. Это нереально. Со стилистом. Ходите со стилистом в магазин. Вот где ключ. Вот на самом деле многие думают, что это... Потому что стилист ходит со своим светом. Он тебя осветит? Он тебя освещает? У меня светит. Ходи с богом. Бери. Хорошая, хорошая косовородка. Носи. Носи, окаянный. Все будет замечательно. Свет попал. Свет попал. Все хорошо. Все, на тебе, понимаешь. Как с вами хорошо. Ильяна, спасибо. Утро задалось. Ну, и давайте вот так на прощание. У нас немного времени остается. Вот буквально советы, что делать, чего не делать. Или чего просто не делать, вот так тезисно. Подытожим. Ой, чего не делать. Ходить со списком как минимум. Ну да, хотя бы. Хотя бы понимать, что брать, в каком цвете брать, в каком фасоне, в конце концов. Куда я в этом пойду. А сколько максимум вещей можно, вот вы рекомендуете, одновременно покупать за один раз? Не имеет значения? Нет, нет. Смотря какая картинка у тебя в голове, что я хочу. Можешь вообще ничего не купить. Потому что ты не нашла того, что есть в твоей голове. Базлы не сошлись. Как у меня есть такое любимое выражение. Картинки не сходятся, значит ничего не покупаю. То есть я ищу именно ту вещь, которая подойдет к моей картинке. Вот я так покупаю. Друзья, именно вы так и ходите. Да, именно так и нужно покупать, а не бежать сломя голову и скупать практически. Пусть хотя бы на телефоне. Хорошо, вы не умеете мыслить там в 3D. Пусть у вас будет на телефоне. Подошла к продавцу, показала, такое есть, хочу приблизительно. Когда у вас продавец спрашивает, чем я вам могу помочь, вот тогда да. Используйте этот шанс. Вот это, друзья, должно быть у вас на телефоне, а не эти, понимаете, ушки с носиками, собачки и зайчики и прочее. Елена Чудопалова, стилист была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Мы продолжаем нашу программу. Спасибо вам большое. Доброе утро. Доброе утро.